Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала Руденко. Рад вас приветствовать на нашем канале. Коля тоже очень рад. Вот что происходит, когда у тебя дома маленькие детки, да? Сегодня несколько необычный видеоролик. Многие ребята, мои подписчики, просили, Ваня, расскажи, что ты снимаешь, на что ты снимаешь, как ты делаешь свой контент. Я, собственно, решил вас пригласить сегодня на кухню Руденко, где варится весь наш ютубный компот. Я вам хочу рассказать, какие вещи мы купили сами, что нам подарили, на что есть смысл выкладывать деньги, а что абсолютно не играет никакой роли. Мне не нравится. Блин, офигенно! И съемка шикарная. Продолжай. Вот это оставишь? Да ладно, давай вот это оставим. У нас бывает... Вот это вот типичная жизнь, когда в семье варится ютуб, и вы делаете это совместно, когда ваша супруга выступает оператором. И готова убить вас. По-моему, обычно мужики выступают оператором. Я вам хочу рассказать, что, собственно, у нас есть, как мы это снимаем, чтобы вы в будущем, если захотите иметь свой ютуб-канал, смогли сохранить деньги и не выкидывали на лишние вещи, у которых у нас тут половина, как минимум, нафиг ненужных вещей. На что снимается канал Руденко. 80 тысяч подписчиков назад мы получили нашу серебряную кнопку. У нас были и волны, и падения, и всплески. Поболтаем о нашем техническом обеспечении канала Руденко. Хочу начать с нашей самой старенькой, моей любимой видеокамеры. Мы ее покупали специально для ютуба. Привет, это Руденко. Было снято конкретно вот на эту камеру в парке здесь на острове. Ну, вот это вот привет, Руденко, то вообще не тема. Давай на английском. Ну, давай вот так вот. Давай, как? Это Руденко. Почему ты... Это Sony. У меня друг-видеограф, он мне всесторонне рассказал о том, что Sony это очень классная камера. На тот момент он меня оставил между Nikon, как обычно, и Canon. Но он говорит, Ваня, даже не вздумай, бери Sony. И я не пожалел, на самом деле, мне очень нравится, как она записывает. Мне нравится, что вы можете видеть себя в экране. Основной ее минус, она уже очень старенькая. У нее нет нормального разъема для установки микрофона. И нет слота сбоку для установки дополнительного микрофона, чтобы вы боролись за звук. Про звук мы отдельно поговорим. В общем, такая камера у меня Sony есть. Я уже даже не помню, какая модель. Собственно, часть этих видеороликов делаем с помощью этой камеры. Следующая камера, которая у нас появилась, на тот момент GoPro 6. Она была самая лучшая в своем роде того времени. И вот появился такой вот стабилизатор Karma. Из опыта камера отличная, продолжает работать. Нюансы есть только по вот этой вот алюминиевой крышке, потому что она очень быстро окисляется, когда вы плаваете в соленой воде после заплыва в океане. Это геморрой ее обслуживать. Но как есть, так есть. Но ей я продолжаю пользоваться по сей день. Стабилизатор вышел из строя довольно-таки быстро. Очень у него такие чувствительные движки. Не любят пыли, не любят влаги. Она внутрь заявленные характеристики она не выдержит. В общем, не самая лучшая покупка. Не советую покупать. Свои деньги она не отрабатывает. Поэтому мы его откладываем в сторону. И чисто как для примера ошибки нашей по жизни в плане выбора оборудования для YouTube. Накидка у меня на голову есть. Когда лазить в джунглях, можно классный экшен записать. Я делал много разных кадров. Но в связи с тем, что в последнее время не так много времени, у меня новый цикл видео появляется. И он будет уже на англоязычном канале. Там я хочу больше делать видеозаписи про джунгли, про выживание. Такие вещи. Они лучше, на английском языке лучше монетизируются. Большая прибыль. Если я трачу свое время, я хочу, чтобы выхлоп был поинтереснее. Поэтому эта камера, она себя отрабатывает. Многие видеоролики в воде, в океане, заплывы были сняты именно с ней. С помощью вот этой вот приблуды, чем она мне нравится, это жилет. Она крепится здесь с помощью резинок. Очень классно кататься на мотоцикле. Когда у вас GoPro установлено на шлем, это ветер, она трясется, вибрация. Вы кабиной своей машете влево-вправо, смотря по сторонам. Картинка размывается. Это не очень. Камера на груди показывает все сливки езды на мотоцикле. Красивая картинка, панорамные виды. Все очень отлично. Поэтому эта штука нужна. Есть у меня еще целый ящик, вот такая коробка всяких других приблуд для GoPro. Очень много разных вещей, на самом деле, которые абсолютно не нужны. Вот эти вот две вещи решают целиком, полностью. И вот такой вот поплавок, чтобы не потерять GoPro в воде. Она всплывает, ее видно. Очень классная штука. Несколько раз я терял GoPro время съемок ночью. С помощью этого поплавка вы это все дело найдете. Когда мы говорим про GoPro, мы говорим о батарейках. Кто пользовался GoPro прекрасно может сказать о том, что батарейки жирает она довольно-таки быстро. У меня вот есть такой дополнительный блок зарядка, еще с дополнительными двумя батареями. Потому что хорошо, что они подходят везде. Они под стандарт. Слава богу, они еще не придумали перепрыгнуть на другую батарею. GoPro 8. Почему мы не купили GoPro 7? Рассказываю. Потому что на GoPro 7 не было решено вопроса со звуком. GoPro-ха сама по себе ужасно записывает ночью и ужасно записывает звук. Все поколения до вот этой вот восьмой модели были лишены этой возможности. Восьмая GoPro, они сделали для нее специальный мод. Вот такой вот, как вы видите, он снимается. Могу продемонстрировать, можете в интернете поковыряться. Они решили проблему с записей звука. Этот микрофон записывает принципиально лучше. И в принципе я боролся со звуком довольно-таки долго. Сейчас покажу, собственно, что было приобретено для того, чтобы иметь хороший звук. Этот мод, я бы сказал, решает. Также здесь есть два слота для крепления экрана. То есть ты можешь записывать себя. 175 долларов. Я думаю, это будет наша следующая покупка. Потому что я хочу использовать в целом ряде моментов, где нужно видеть себя. Валерия Николаевна не может физически, как оператор, и моя вторая, лучше сказать, первая половина, ходить за мной в те места, куда захожу я. Поэтому приходится записывать самого себя. Я себя не вижу с помощью GoPro. Тут нет экрана, чтобы фокусироваться на себе. Поэтому экран дополнительно придется приобрести. Но вопрос со звуком мы решили. GoPro 8 решает. Вот с такой вот ручкой он шел в комплекте. Там копейки денег стоит. Там 20-30 долларов. Сейчас полный Амазон этого безобразия. Во время борьбы за звук мы купили целый ряд микрофонов. Я бы сказал, это остались те, которые более-менее выполняли свою функцию. Потому что 3 или 4 микрофона просто вот через несколько дней уходили сразу в урну. С крепежом. И вот с таким вот мохнаткой. Я не знаю, как это назвать. Это защита от ветра, Ваня. Защита от ветра. Вот назовем эту мохнатку защита от ветра. Не знаю, как назвать. Это мохнатка защиты от ветра. На самом деле не всегда выполняет свою функцию. Мы заходили тут на Гавайях высоко в горы с сильным ветром. Она все равно не спасает. Но она довольно-таки неплохо работает в условиях города. Микрофон отлично, просто шикарно записывает все частоты. Когда ты захочешь в лес, в джунгли, в птицы, разнообразие. Ветер, дождь отлично записывает. Вот поэтому этот микрофон до сих пор храню для того, чтобы записывать звуки природы. Шикарный микрофон для этого дела. Мне лично очень нравится. Вот с таким вот переходничком он идет. И это дополнительный переходник для записи с помощью айфона. Ребята, на сегодняшний день оптимальный вариант для нас оказался айфон. Не камера, которую нужно отдельно носить, нужно иметь под рукой. Нужно, чтобы ее могут украсть из машины. То есть ты привязан к этой камере. Телефон это такая штука, которая всегда с вами. И он, вы можете посмотреть некоторые мои видеоролики. Вот буквально сегодня смотрел. У меня есть такой винегрет, подборка экшенов. А, дед уехал. Стой, что ты машешь, что ты машешь? У меня дед уехал. Ё-моё, так хочу поймать этого деда. Сейчас я чувствую, въеду во что-то. То что-то происходит. То менты подъехали. То какая-то движуха. То, блин, захожу в квартиру вечером посмотреть на квартиру. Смотрю, там такая квартира. Мама, боже мой, где мои чемоданы? Заберите меня назад. И айфон решает. Несколько поколений айфона. Валерии Николаевне, как оператору, достался 11 Pro Max. Очень довольны мы этим телефоном, как камерой. По сути дела, айфон поменяли исключительно ради Ютуба и перешли. Вот Валерий Николаевнов достался такой телефон, записывает классно. И он решает запись ночью. В вечернее время записывает принципиально лучше многих среднестатистических камер и лучше, чем GoPro. Поэтому этот телефон вечером решает все вопросы. Мой телефон, который у меня есть, он уже немножко себя отживает. Но он хорошо работает, нормальная батарея. Для тех задач, которые на него возлагаются, он очень даже хорошо справляется. Поэтому мы записываем на айфоны. Ой, хотели мы записывать во время ветра всякие, экшены, вещи, пытались работать. Но вот тут нюанс привязки к тому, что должно быть заряжено, провода. У нас есть вот такой вот набор. Потратили мы на него, я думаю, баксов 350. Около 300 долларов. Больше 350. 400 с чем-то. Я не помню. В общем, вот это все чудо-юдо в комплекте стоит больше 300 долларов. Врать не буду, но точно больше 300. Блок с микрофоном и с маленькой мохнаткой. Это его адаптер. Подключается к вашему телефону. Сюда же можно вставить телефон. Так это все классно, очень интересно выглядит. Выглядит обалденно. Но как это ужасно работает. Во-первых, вот этот стабилизатор. Валерия, где ты тут модель стабилизатора покажешь? Я смотрел штук 8 обзоров про этот стабилизатор. Многие ребята его рекламировали. Есть, кстати говоря, интересный видеограф. Не помню, как называется его YouTube-канал. И рекламировать его не буду, потому что его совет дерьмовый показался. Повелся я, как дурачок, вот на этот стабилизатор. Батарейки классные. Держит очень хорошо. Проблема его настроит. Есть ряд элементов, которые крутятся. Нужно выставить вверх-вниз. Первую неделю я просто сидел и занимался лабораторными экспериментами. Я пытался найти идеальное положение для своей камеры. Но вот нюанс. Как только у вас батарея села на вашей камере, вам нужно ее поменять. А она попадает таким образом, что крышка справа. И получается, как только вы снимете вашу камеру, захотите поставить ее обратно, где по центру леса, вам обратно нужно заниматься этими настройками. И на тот момент, когда вы уже настроили, батарея процентов 30% сожрала. То есть, это вот головняк. Не покупайте такую вещь, которая требует долгих настроек. По поводу микрофонов. Ребята, если у вас на YouTube-канале будет вот такой вариант а-ля Гордон. Один человек сидит на стуле, второй человек на стуле. Вы сидите в комфортной комнате, у вас чашечка кофе. Тогда да, конечно, берите. А если вы решили взять своего товарища, обмотаться веревками и прыгнуть со скалы? Ну, как бы нет. Меня волна накрыла вот так, а он у меня здесь сбоку был. И я его взял сразу, и все, и он уже погиб. То есть, я бы еще не против, если бы хотя бы полностью накрыла водой. Но этого не произошло. В конечном итоге, кстати говоря, где-то есть этот элемент, где-то это видео есть. Можешь где-то вставить, как я утопил этот самый. Это нереально. Для активного отдыха и активного ютуба, вот не советую такие микрофоны. Когда вы выходите на запись на 48 часов, то есть вы выходите, к примеру, мне нравится выйти в лес, или я иду на какие-то записи, где я четко знаю, что вот у меня разрядятся телефоны, GoPro, разрядятся батареи. Вот как быть, где заряжаться? Бывает много дублей всевозможных. Только не смейтесь, вот сейчас не смейтесь надо мной. Я еврей еще тот, но вот я решил для себя эту проблему следующим образом. Я думаю, как бы и вещь купить, и чтобы вот она была, имела 10 функций, да? Вы можете стартануть машину, вы можете стартануть мотоцикл, если батарея села. И такая маленькая компактная штука в доме пригодится. Я уже минимум двум людям спас жизнь на дороге, просто потому что у меня была эта штука. Я подошел, у них аккумулятор сел, я их стартанул от вот такой вот штучки. Но плюс в том, что здесь есть фонарь, тут есть USB порты, и вы можете 7 раз зарядить iPhone от этой батареи. Я не пробовал, не тестировал 70 раз iPhone, но я скажу вам так. Так, вот эти вот две батареи, два телефона, две GoPro от этой штуки заряжаются целиком и полностью два раза. Вот все, что у меня есть, а, и еще батарейки на дрон, но это я отдельно расскажу. Этот момент решил мою проблему с энергетикой. Когда вы будете заниматься YouTube, поверьте мне, вопрос по батареям у вас возникнет. Это наше одно из последних приобретений. Это дрон. Много было советчиков, многие ребята мне там советовали. Значит, стоит он там чуть-чуть около 300 с чем-то долларов, почти 400. Я сразу покупал комплект с дополнительными батареями. Я уже как бы знал, с какой целью и куда я выхожу. Тут три дополнительных батареи, дополнительные блейды. Есть у меня еще каркас дополнительный, чтобы ветками и листьями не побило мне дрон. Это у нас Mavic Mini. Почему выбрал именно его? Рассказываю. По нескольким причинам. Первая причина, потому что я проживаю в Соединенных Штатах. И этим, поверьте мне, многое сказано. Видишь, тут даже надо уже немножко сервис сделать, потому что болтики шурупчиком грязные уже. Ultra Light 249 грамм. Все дроны в Соединенных Штатах, которые имеют массу больше 250 грамм, должны регистрироваться в отдельных организациях. А я такой парень, что не люблю я дополнительных бумажек отдавать нашему государству. Чем меньше государство о тебе знает, тем крепче ты спишь. Тем меньше ответственности, тем комфортнее тебе живется. Поэтому я решил выбрать именно этот дрон. У него 2,7К он снимает. Мне батареи хватает, получается, одной батареи хватает на 30 минут. Классная, интересная штука. Наверное, из числа всего того, чтобы я мог выбрать в этом ценовом диапазоне, это самый лучший вариант. Ребят, если вы хотите красивый, красочный, яркий, интересный канал, хотите вы этого или нет, вам понадобится дрон. Это не я говорю, это говорят современные условия. И подписчики, они задают тон, тембр, они сами вам все расскажут. Поверьте мне, есть очень хорошие критики. Есть безмозглые хай-хейтеры, но это отдельная история, от этого вы никуда не уйдете. Но есть очень грамотные критики, и цените их значительно больше, чем ваших фолловеров. Очень сложно на сегодняшний день найти не просто человека, который тебя польет грязью, а человека, который обоснованно, грамотно тебе расскажет и подскажет, указывая на твои ошибки. Это замечательные люди, поэтому они делают мой канал лучше. Поэтому всем моим грамотным критикам огромное спасибо. Их по аватаркам даже помню. По именам не помню, по аватаркам практически всех помню. Никого не блокирую, потому что очень умные, хорошие люди. Спасибо вам большое. Боевая моя подруга, честно говоря. Мы ее купили за фигню денег, я даже не помню сколько. Если вы к ней присмотритесь, она ржавая-приржавая. Она дождями гавайскими, тропическими полита. Она бедняжка со мной в рюкзаке проходила. Простанала в песке, в дерьме. Болты терялись. Я ее перекручивал, она сломалась, чинилась. В общем, ребята, изначально не экономьте, не будьте жлобом. Купите себе нормальную вещь, а то будете, как я. Но когда-то мы ее заменим. Вот когда она, я не знаю, если ее разве что потерять. Я очень жадный человек в таких вещах. Покажи липучку, он даже приделал. Липучка эта была, на тот момент не было возможности крепить телефон. Я приклеил сюда липучку, вторую липучку приклеил на телефон, и я ее просто приклеивал. Вот так вот это было. Для меня YouTube не является основным источником дохода. Я этим занимаюсь тогда, когда у меня есть свободное время. Но иногда бывают интересные видеоролики, какие-то порывы, записать хочется что-то. Но чтобы это было качественно, вы это делаете вечером, когда приходите с работы. И у меня дома нет такого яркого, хорошего освещения. По сути дела, если я буду записывать со своим стандартным домашним освещением, морда лица у меня будет черная такая, черная-черная. И вот мы решили раскошелиться и купить вот такую вот штуку. Я не буду красить губы, я бьюти-блогер, и брови выщипывать тоже не буду. Но мне хочется, чтобы с точки зрения уважения к моим подписчикам, люди могли посмотреть мне в глаза. И для этого нужен нормальный свет. Поэтому такая штука у нас тоже есть. И мои вечерние видеоролики возле этой кирпичной кладки, стены, да, записываем мы теперь вот с помощью этой штуки. Ради интереса, вот сейчас с подсветкой, а сейчас без. С, без. Да, тем более вот так вот оно снимается. С, и давай попробуем свет поменять. Само освещение. Так что такую вещь, скорее всего, вам вечером, если у вас такие же домашние условия, как у меня, тоже придется купить. Какие бы вы классные ролики не записывали, что бы вы ни делали, их нужно будет монтировать. И тут вы или отдадите хорошую сумму денег кому-то из своих подрядчиков, или делать будете здесь сами. Валерия Николаевна вызвалась и сказала, Ваня, я хочу этим заниматься сама, хочу освоить вот все эти моменты. И она, в принципе, неплохо справляется. Она прошла несколько курсов онлайн, много училась с помощью YouTube. Много сейчас обучения доступно бесплатно. Но ей нужен был хороший компьютер, который будет способен монтировать 4K, 2.7K, большие видеоролики, много накладывать. Нужен мощный, хороший компьютер. Пришлось ей купить. До этого первые ролики у нас были сделаны с помощью iMac. У нас был подрядчик Саня, отличный, хороший парень. Мы продолжаем с ним общаться. И определенные видеоролики даем ему, когда мы сильно загружены. Превьюхи он тоже по сей день делает. Где-то тут ставишь контакты Саня, может какая-нибудь реклама, может кому-то это поможет. Саня оказался очень порядочным человеком, который не ворует каналы, который не подставляет, делает, в принципе, все вовремя. У него интересная чуйка на то, как сделать лучше. На самом деле нам повезло. Саня, Саня, тебе привет. Но сейчас Валерия Николаевна занимается большей частью монтажа. Она перетянула это на себя. И я этому рад, потому что мы можем быстро и своевременно вносить изменения. Когда вы работаете через океан, это все происходит более долго. В конечном итоге мы купили MacBook Pro. Значит, тут у нас 2,4 Гц частота, 8 ядер, Intel Core i9, 64 гигабайта у нас DDR4. Тут 2 терабайта памяти и 8 гигабайт графический редактор, или как он правильно называется. Вот это вы меня тут поправьте. Я в компьютерах разбираюсь значительно хуже, чем в стрелковом вооружении. Вам нужен будет хороший компьютер, если вы хотите иметь свой полноценный нормальный YouTube канал. Нужно не просто деньги с канала брать, вам еще придется денежку вкладывать, чтобы расти и двигаться дальше. 2 терабайт очень мало, поэтому вам придется обзавестись минимум вот такой вот штучкой для хранения всей полезной информации. Это дополнительный бэкап на 8 терабайт, который у нас приблизительно наполовину уже заполнен нашему YouTube каналу чуть меньше 2 лет. Скоро будет 2 года. И я хочу сказать, у нас много уже записей, у нас тут 4 терабайта, на том компьютере полный терабайт. То есть места вам понадобится много. Это в принципе все, о чем я хотел сказать на сегодняшний день, в число того, что мы купили. Продолжение следует...